Добрый день, меня зовут Олег Тиберия. Сейчас я нахожусь в одном из крупнейших музеев России, посвященный Великой Отечественной войне. Музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Колобанова. Еще каких-то 20 лет назад фамилия Колобанов была мало кому известна, даже тем, кто увлекался военной историей. И мне кажется, это довольно-таки несправедливо. Ровно 80 лет назад, 20 августа 1941 года, в Ленинградской области состоялся бой полуроты из пяти советских танков КВ-1 под командованием Зиновия Григорьевича Колобанова с тремя дивизиями немецких танков. В ходе боя было уничтожено 43 немецких танка, 22 из них экипажем Колобанова, встречавших немцев 10 километров от Красногвардейска. Так с 1929 года по 1944 года называлась Гачино. Поселок Войсковицы. Сегодня годовщина легендарного танкового сражения. И самое время вспомнить, как сотрудниками музея, специалистами воинсторического центра и художниками анимационной студии ДАР восстанавливалась историческая несправедливость, покрупиться, собирая факты о забытом сражении под войсковицами. Музей «Битва за Ленинград» был основан в 1996 году. Территориально он находится в 20 километрах от Санкт-Петербурга, в городе Вселожск. Сотрудники музея занимаются поиском, реставрацией и экспонированием военной и гражданской техники. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около 10 тысяч экспонатов, среди которых линейка танков Т-34, всех модификаций. Легкие танки Т-60, Т-70, водоплавающие танки Т-38 и настоящий гигант советско-тяжелый танк КВ-1 с серийным номером М5200. Этот танк был поднят с одной Невы в 2011 году в районе Невского плацдарма. Но я не буду сейчас рассказывать подробно об этой операции, потому что я уже сделал об этом фильм, и вы можете посмотреть ее по ссылочке тут наверху. В ходе реставрации был обнаружен серийный номер танка М5200, по которому он был восстановлен его боевой путь. Танком командовал лейтенант Василий Иосифович Ласточкин, в 1941 году служивший в полуроте Колобанова. Танк участвовал в сражениях на Невском пятачке, был подбит, несколько месяцев выполнял роль неподвижной крепости, но при транспортировке на ремонт по Неве оказался за бортом и ушел на дно башни вниз. Пока в музее велась работа по реставрации танка, моя анимационная студия разрабатывала анимационный фильм «Колобана. Бой под войсковицами». Вы также можете глянуть его на моем канале. Еще в 2009 году я начал собирать документальные подтверждения того боя, когда я был поражен, почему миру неизвестен подвиг советских танкистов, подбивших 20 августа 1941 году в одном сражении 22 немецких танков. Почему Зиновий Григорьевич награжден Орденом Красного Знамени, а не высшей наградой Герой Советского Союза? Вместе с сотрудниками музея и специалистами банистерического центра организовали подписную кампанию с требованием посмертно наградить Зиновия Григорьевича Героем Российской Федерации. Нами было собрано более 200 тысяч подписей. Документы были отправлены на премьер-министр, в администрацию президента, в Министерство обороны, в администрацию президента Республики Беларусь. Так, в последние годы Колобанов жил в Минске. Из Беларуси пришел отказ о присвоении звания Героя. А вот администрация Владимира Путина и Министерство обороны прислала бумаги о том, что Колобанову не положено быть Героем Российской Федерации, потому что он уже награжден Орденом Красного Знамени. По закону, за один подвиг два раза не награждают. Равнодушие чиновников – далеко не самый удручающий момент в этой истории. Нам также пришлось столкнуться с вопиющей безответственностью. Все 200 тысяч подписей россиянам были переданы на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, откуда они бесследно исчезли. Разбирательства по этому казусу продолжаются. На каком танке сражался Колобанов? Конечно, это был танк КВ-1. Точно такой же танк, который стоит мне за спиной. Правда, башня была у него экранированная. Мне действительно очень сильно повезло, так как при создании фильма я мог полностью изучить во всех деталях боевую машину. Но вскоре случилось еще более удивительное событие. Один из бойцов, который сражался в полуроте Колобанова под командованием Ласточкина, чей танк находится за моей спиной, еще жив. Полковник в отставке, председатель Совета ветеранов войны, однополчан 1-й краснознаменной ленинградской танковой бригады. Владимир Федорович Мельников в 1941 году служил радистом танкового экипажа младшего лейтенанта Ласточкина, подбившего в том бою четыре вражеских танка. Он поделился с нами уникальными фактами о танковых сражениях, рассказал о Зиновии Григорьевича Колобанове, сделал подробное письменное описание боя 20 августа. Большое интервью с Владимиром Федоровичем Мельниковым, также опубликовано на канале. В 2015 году состоялась встреча Владимира Федоровича с восстановленным КВ-1. Наверное, мне не доводилось видеть ничего более трогательного. К тому моменту анимационный фильм Колобана «Бой под войсковицами» был опубликован на канале YouTube и стремительно набирал просмотры. На данный момент собрано более 5,5 миллионов просмотров. В комментариях зрители зачастую оставляли свои вопросы и замечания, на которые я готов сейчас ответить. Достаточно забавно, но зрителям показалось, что в фильме Колобанов отдает честь по-американски. Это техническая недоработка. Анимация головы и туловища записывалась по отдельности, и при соединении произошла небольшая коллизия, тем самым вызвала данный эффект. В фильме один из бойцов боевого охранения, танка Колобанова, произносит «Эх, не успели окопаться». Почему не успели? Просто потому, что нам не хватило денег на создание солдатских ячеек. Работы велись на свои средства, и на такие детали нам не хватило бюджета. Часто спрашивают, с какой немецкой дивизией сражался Колобанов 20 августа. Он сражался с двумя дивизиями. Восьмой и первый танковый. Но если быть объективным, это было два разных боя. По воспоминанию Колобанова во время боя с восьмой дивизией, КВ-1 находился в основном в Капонире. После того, как заклинило башню, переехал в запасной Капонир, из которого уже ввел огонь по подоспевшей первой дивизии. В фильме показана только одна часть боя, опять же из-за ограничения наших ресурсов. Получилось ли у немцев пробить КВ-1? Нет, не получилось. Один из снарядов попал между башней и корпусом и заклинил механизм поворота. Поэтому механику водителю пришлось подруливать, чтобы навести пушку. Самое странное, что находятся люди, которые сомневаются в подвиге Колобанова. Но, хочу заверить, сомнений быть не может. В архивах музея «Битва за Ленинград имени Зиновия Григорьевича Колобанова» находятся документы, подтверждающие данный бой. В газетном фонде Российской национальной библиотеки находятся газеты от 23-28 августа 1941 года, рассказывающие нам о легендарном танковом сражении 20 августа. Я был лично знаком с Владимиром Федоровичем Мельниковым. из экипажа «Ласточкино», который участвовал 20 августа в том же легендарном сражении, только на другой дороге. Владимир Федорович Мельников оставил нам письменное подтверждение тех событий 20 августа. В мае 2021 года военно-встреческий центр Северо-Западного федерального округа организует экспедицию с целью уточнения места боя. В ходе экспедиции были найдены различные артефакты. Мы все зафиксировали на видео, поэтому посмотрите сами. Сергей Александрович, добрый день. Расскажите о первых итогах экспедиции. Ну, значит, в настоящий момент определено. Примерное место, где стоял танк Столобанова, это место, к сожалению, попало под застройку. Там дачи, которые возвели в 2005 году. Единственное место, где можно установить танк, чтобы он мог маневрировать и выкопать под него укрытие. Ниже до местной дислокации колонны немецкой, находится заболоченная территория, что, в принципе, являлось признаком засады, что немцы не могли съехать на машинах вправо-влево и развернуться в боевый порядок. Там, где, в принципе, уничтожена была колонна, где найдены гильзы от немецкого пулемета МГ, вот, с пешком ленты пулеметной. Также найдены подковы немецкие, горелые. То есть, скорее всего, солдат погиб, горелых может быть часть. Унаружены, как бы, два предмета, которые... Ну, в принципе, это стаканы шрапнельных снарядов. На боевом комплекте танка шрапнель вообще не предусматривалась. В танке Колобанова были фугасные бронебойные снаряды. Эти снаряды, стаканы были найдены в отвалах с поля. По всей видимости, какая-то артиллерия тоже каким-то образом, может быть, не в этот период, не носила куда. Значит, однозначно то, что относится к, скорее всего, к танку Колобанова, это вот осколки бронебойных снарядов. Тоже найдены в районе, где погибла немецкая колонна, была разбита. Также, возле предполагаемого места, где находился эко-панет с танком КВ, обнаружены две большие бомбовые воронки. Скорее всего, бомбовый удар уже наносился после того, как колонна была разбита, для того, чтобы продолжить движение войск. И вот есть осколок бомбы, простостенный чугунный, железный, точнее, осколок, который обнаружен рядом с этими воронками. Обнаружены гильзы советского пулеметного пистолета «Наган», немецкая мундирная пуговица. Там же, в месте гибели колонны. И пока, в принципе, из вещественных находок это все. Потому что территория сильно замусорена. Верхний слой с поля пахотного был снят гульдозерами, сгребен к дороге. Дорогу насыпали после войны, сделали выше. И сейчас эта территория очень сильно замусорена в СНТ. И что осложняет принцип поиск. Потому что, чтобы найти любую железную вещь, необходимо переворотить там кучу мусора. Такую потолону. Поэтому работа продолжается. Можно сказать, что-то еще. А еще интересный находок – это магазин немецкого пистолета-пулемета «П-38». Тоже обнаружен на месте гибели немецкой колонны. Исследователи до сих пор спорят, где же находился танк «Колобанова» во время боя. Эксперты военно-сторического центра сделали вывод, что капонир находился немного на возвышенности, в 250 метров от дороги. Сегодня там находятся дачные участки. Вот эти все кусты деревья были или неизвестно? В этом ничего не было. Было поле. И он же выкопал капонир. И там был укрыт. Здесь вот его ниже укрыть невозможно. Потому что сразу начинаются грунтовые воды. Причем постоянно с подпитива. Даже, видно, после войны пытались поле сделать пахотным. Делали эти мелиорационные канавы. Но даже мелиорационные канавы не смогли отвезти в воду. Идешь, прям ключи бьют под водой. Вот он стоял на самом шутком месте. Потому что по-другому ему не выехать. Не заехать и не выехать. Вот маневрировать. И вот четко виды. В принципе, 300 метров. Видно. То есть, видно все территорию. Предположительно, на месте вот этих домиков. Цель следующей экспедиции. Договориться с владельцами участков, чтобы исследовать их для поиска капонира. Итак, что было сделано за эти годы. В музее «Битва за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Колобанова был полностью восстановлен оригинальный танк КВ-1 М5200. Полностью на собственном ходу. Были собраны десятки документов, подтверждающие бой Колобанова. Анимационной студией «Дар» был создан анимационный фильм, посвященный данному событию. Военно-настрический центр организовал экспедицию по поиску места капонира Колобанова. Закончена ли работа? Конечно же, нет. Сейчас в наших планах сделать виртуальную реконструкцию танкового сражения Колобанова. У нас уже есть опыт создания подобных проектов. Два года назад мы сделали виртуальную реконструкцию «Бой за Невский плацдаром», который пользуется популярностью посетителей музея «Битва за Ленинград». В честь юбилея хочу пожелать здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам. Обещаю, мы будем следить за тем, чтобы подвиги наших предков не были забыты. Субтитры создавал DimaTorzok